Всем привет! Это Елена из Кении. Сегодня я хочу вас пригласить со мной в магазин на шопинг. Попробуем собрать минимальную продуктовую корзину в Кении. Писок я нашла где-то там в интернете, что входит в минимальную продуктовую корзину. Давайте перед тем, как я пойду в магазин, посмотрим, что из этого я вообще буду покупать сегодня. Мясо покупает муж, поэтому я вот это все покупать не буду. Яйца. Окей, яйца я буду покупать. Рыбу не уверена. Молочка. Масло и жир. Масло сливочное. Ну окей, масло можно купить. Маргарин я покупать не буду, просто потому что мы его не едим. Масло подсолнечное хорошо я куплю. Молоко, да, сыр, да, сметану, сметану. Давайте вместо сметаны, потому что здесь такой сметаны, как мы привыкли, нет. Поэтому заменим это йогуртом. Йогурт. Йогурт натуральный. У нас будет творог. Творог я тоже не буду покупать, просто потому что он есть, но он очень дорогой. Поэтому мне проще исключить творог, купить молоко и кефир. И сделать творог само из молока и кефира. Мука, хлеб. Хорошо, это я все куплю. Проны, да. Горох, фасоль. Ну что-то найдем. Там может быть еще чечевицу. Вот из этого что-то я куплю. Сахар. Да, печенье. Нет. Я не покупаю печенье. Домой могут карамель. Заменим на финики. И отнесем это воду к бухолею. Чай черный. Хорошо. Соль перед черным. Понятно. Овощи, фрукты. Картофель, капуста, морковь, огурцы и лук. Хорошо. Яблоки. Яблоки здесь импортные в магазине, поэтому дорогие. Давайте их заменим на что-то местное. Например, возьмем не яблоки, не знаю, а давайте арбуз возьмем. Так, я приехала в магазин, в супермаркет. И сейчас пойду покупать все, что у меня там написано в этом месте. Вообще здесь, в супермаркетах и в торговых центрах запрещают снимать. Поэтому вот что получится, то получится. Но у меня вот есть Алекс. Если что, он будет отвлекать. Да? Да. Но перед тем, как мы зайдем в магазин, нам нужно Алексу купить что-то, какую-то африканскую одежду. Потому что у них завтра день традиционной культуры. Ну и поскольку я узнала об этом только сегодня, то, конечно же, мы ничего не приготовили. Поэтому сейчас пойдем что-то купим. Да? Да. Пойдем тогда. Да. Что, не налазит? Глазно. Ну, попробуй. Ну. У тебя голова большая. Берем? Да. Лук прям не очень. Сейчас из-за дождей. Лук, картошка прям вот не очень гниют. В общем, арбуз был не очень. Какие-то мне не понравились. Вместо этого взяла папайо. Вот морковка, картошка, лук, огурцы и капуста. А это цена на яблоки. Чем-то. Чем-то. Где у нас эллы-грей? Берем молоко длительного хранения. Чедер. Чедер. Так, мы вот купили уже финики, макароны. Хлеб. пойдемте дальше за сахаром всякие майонезы эти самый вкусный майонез который я нашла в кене это вот этот так у нас там еще была соль списке давай возьмем соль всякое разное есть мы возьмем обычную обеду низкую низкая юридированную соль подсолнечное масло вот обычное рафинированное такое кстати еще есть нерафинированное подсолнечное масло есть красное масло масло пальмовое из западной африки канола макадемия и вот то что используют здесь это рафинированное пальмовое масло на котором в кене обычно все готовят кокос и масло ги я возьму пожалуй чечевица вообще вот фасоли очень много разной в кене я возьму вот такую чечевицу ну теперь давайте возьмем рис рис здесь есть как импортный так и мясный так посмотрим что я купила яйца 30 штук сыр чеддер вот этот бренд какой-то новый не пробовала решила взять попробовать сыра здесь сколько грамм 400 грамм молоко длительного хранения до 90 дней я знаю что сейчас кто-то скажет что это все молоко и химия но вот мне нравится именно такое с малым количеством жира вот это не то чтобы я специально знаете обезжиренное молоко покупаю просто она была со скидкой я его взяла вот пойдет вот это молоко это обычное свежее я его купила для того чтобы сделать творог я купила вот два литра вот этого молока и решила взять еще литр кефира кефир гене называют лала или мало но вот лала мазила лала то есть мазила это молоко лала это значит заснувшее молоко лала это спать вот папайя папайя сразу положу но это овощи вы уже видели далее хлеб хлеб из всех брендов этих магазинных этот вот единственно так более-менее но вообще в кении нет вкусного хлеба в магазине даже вот этот его только нужно обжаривать чтобы можно было есть если нужен именно вкусный хлеб тогда нужна в пекарню вот такой хлеб продают в частных пекарнях финики фиников тут по-моему тут 900 с чем-то грамм ага чай чай кстати с бергамотом у меня муж подсел вот такой чай другой у нас сейчас не пьется в доме так тут что-то ага картошку чтобы она не пачкала завернули эту бумажечку и оставлю ну там перец был да в списке не знаю почему именно перец но в общем был перец я перец и купила смотрите сахар у нас тростниковый в кении продают он видите вот не такой белый как допустим в россии да такой вот он серенький тростниковый сахар макарошки макароны у нас пол килограмма сейчас посмотрим откуда ну я так понимаю в италии написано чего-то там по итальянски Италия ну наверное сделано в Италии соль это вот я показывала чечевица рис и мука пшеничная обычная мука белая вот это белая мука у меня еще есть мука из деревни она цельнозерновая и обычно я когда готовлю я мешаю цельнозерновую и белую потому что из цельнозерновой получается слишком тесто такое жесткое вот и плохо поднимается например особенно если это дрожжевое тесто а когда мешаешь с белой то в общем все отлично вот вот все теперь давайте посмотрим что там нас по деньгам вышло итоговая сумма у меня получилась вот такая 6 316 шиллингов это в доллара 48 долларов по нынешнему курсу и 4300 рублей из списка получается я не купила никакую там рыбу мясо и сливочное масло просто потому что я при него забыла сливочное масло почему-то в магазине лежит отдельно от другой молочки поэтому я забыла его купить и я купила вот лишнего здесь детям чипсы две пачки но это вот всего там 100 местных шиллингов или 68 рублей или 80 центов значит это я все напишу цены если кому-то интересно здесь я вот посчитала сколько я сколько заплатила за овощи а потом я подумала что все таки тоже непонятно нужно писать сколько килограммах получается что в килограммах если мы посмотрим огурцы вот стоит 1 доллар 30 центов или 115 рублей лук лук стал очень дорогой нос вообще сейчас 2 доллара и 10 центов или 190 рублей морковь 70 центов 60 рублей капуста 40 центов 32 рубля но капуста как-то очень дешево обычно она дороже я не знаю может быть какая-то акция на нее была потому что обычно в магазине она чуть дороже продается и картофель 1 доллар 10 центов или 100 рублей скажем дальше мясо я просто выписала сколько она стоит потому что я не покупала его но я написала чтобы вы имели ввиду мясо зависит от того где его покупать ну это посмотрела просто в супермаркете обычно если покупать в какой-то мясной лавке такой подороже для экспатов то там дороже стоит значит говядина на косточке ну такая самая дешевая потому что там что же разные есть варианты но это вот самая дешевая значит за килограмм цена 4 доллара 60 центов или 407 скажем 410 рублей за килограмм курица филе голени то есть голень продают уже без косточек по цене 6 долларов 50 центов или 580 рублей филе грудки да грудка у нас идет по 8 долларов за килограмм или 710 рублей мы можем сравнить даже цена на говядину на курицу курица здесь стоит намного дороже если например в россии это самое дешевое мясо то в кении это не самое дешевое мясо напишите в комментариях как вам кенийские цены по сравнению с ценами в вашем городе ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал там еще больше интересного ссылка в описании к видео всем пока 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 пока